Руслсм обратил внимание на туалет для инвалидов в обновленном парке Победы на прошлой неделе. Тогда он выглядел вот так. Главная его проблема – пандус. Очень крутой подъем, не соответствующий нормативам. Но недавно Рижская дума сообщила нам, что все исправлено, и пригласила на новый эксперимент, призвав на этот раз использовать коляску, предназначенную для улицы. Что мы и сделали, но на этот раз попросили воспользоваться пандусом самих представителей думы и строителей туалета. Но сесть в коляску все отказались. И мы делаем. Ну что, надо немного разогнаться, чтобы сюда попасть. Не, не получается. Колеса опять не заходят. Хорошо. Допустим. Не, мне надо, чтобы кто-то мне помог. Так, чуть-чуть не опрокинули меня. Вы же знаете, если будете меня так толкать, я просто вылечу. Я только что чуть не вылетела из коляски. Так, хорошо, я попробую здесь развернуться. Ну вот это то, о чем я говорила, да? То, что раковина мешает. У нас разные колеса в разные стороны. Ну, у вас коляска какая-то не такая? Какая она не такая? Ну, колесики такие маленькие. Если вы по улице будете ехать. Так колеса как раз-таки эти маленькие предназначены по улице. А если камушек будет? Нет, ну эти колеса предназначены ездить по улице. Ладно, так, я все дела сделала. Вы меня выкатываете обратно таким образом. Только осторожно, да? А то меня чуть не опрокинули в прошлый раз. Пандус действительно поменяли. Но подняться наверх по этому новому у меня все равно не получилось. Только с помощью дежурного. Туалет устанавливала компания Якубини. Их строители утверждают, все сделано по стандартам. На вопрос, по каким стандартам, отвечают, что искали их в интернете. Мы строили, мы знаем, что там есть, все в порядке. Что именно есть? Все углы соблюдены, ну соблюдены площадки, где для отдыха. То есть первая площадка, где можно отдохнуть, проехать первый этот самый участок. После второй площадки так же самое. Ну тут как бы все нормы есть. Мы говорим сейчас по стандартам, нормативам, которые установлены в Латвии. Почему они здесь не соблюдены, как строители? Почему вы говорите, что они не соблюдены? Надо мерить. Давайте измерим. В Латвии утвержден строительный норматив ЛБН-221. В нем четкие требования к ширине, наклону и покрытию пандусов. Пункт 46.4 гласит. Наклон пандуса определяют в зависимости от разницы уровней. Если общая разница уровня, которую нужно преодолеть, больше полуметра, а здесь это так, то наклон должен быть 1 к 20. То есть в случае парка Победы длина пандуса должна составлять 17 метров, а его наклон не более 5%. 19% должен быть сейчас 5, но вы говорите 8. Столько 19% здесь? Да. Ну, это невозможно. А там еще, скорее всего, будет. Ну, как невозможно, если вы видите. Да, аппарат сертифицирован у вас? Да. Ну, надо будет просто другой аппарат, потому что, ну... Ну, не знаю, потому что цифра, которую он показывает, это космическая цифра. 20% это вот примерно вот такая вот дыра. Ну, как же, тут даже на взгляд ничто. Ну, взгляд это, конечно, хорошо, но надо все-таки техники придерживаться какой-то. Как вот техники. Ну, надо, значит, другую сверять, потому что мы строили, у нас бы оказывал по-другие цифры. Позже мы пригласили сюда и сертифицированного специалиста по доступности среды Юргиса Бредеса. Того самого, который забраковал первый пандус. Обещали снова подъехать и строители. И не получается подъехать, мам. В общем, надо работать. А, не получается, да? Да. А, ну вот, а мы вас стоим ждем. Почему вы не предупредили? Я вам позвонил, вы вообще без руку не взяли. А, не было у меня звонка от вас. Ну, ладно, в общем, не получается у вас. Очень жаль, а мы приехали, ждали у вас для комментариев. К сожалению, да, к сожалению, да. Как есть. Ага, ну, если что, у нас тут есть эксперт на месте. Можете так удаленно поговорить с ним, если хотите. Ну, нет, если будут вопросы, мы с вами членом считаем. Спасибо. Спасибо вам, ладно, до свидания. Тут неправильно все. Площадка возле входа должна быть полтора на полтора метра. Здесь ширина этой площадки один метр. Снова неправильные и поручни. Крепиться они должны снизу, чтобы рука скользила по всему поручню. Также они должны начинаться за 30 сантиметров до самого пандуса и заканчиваться через 30 сантиметров после. Но здесь это невозможно. Мешает дверь. Ни в одном нормативе не указано, что можно строить пандус с наклоном в 20 процентов. То есть ни в одной коляске подняться сюда невозможно? Невозможно самостоятельно заехать на коляске. И с помощью другого человека тоже. И в этом случае нет причины решать проблему с помощью дежурного. Здесь хватает места. Здесь огромная территория. И если мы решаем эту проблему с помощью дежурного в каких-нибудь культурно-исторических средневековых замках, эти решения также не могут быть с любым наклоном. 20 процентов даже с помощью не считается безопасным наклоном. Он верифицирован, конечно, но мы можем использовать и измерительную ленту, измерить высоту, которую нужно преодолеть, измерить длину. Просто поделив высоту на длину, мы получим то же самое. Здесь высота 40 сантиметров, длина 2 метра и 8 сантиметров. Берем калькулятор. 0,4 делим на 2,1. Что мы получаем? 19 процентов. Отмечу, что такие же пандусы установлены во многих местах Риги. Строители нам утверждали, что все соответствует нормативам. Мы проверим еще раз и вместе с обществом инвалидов Апэйронс выясним, нужно ли что-то менять, что нужно исправить. И выполним эти исправления. В ожидании очередного эксперимента Юлия Бита, Кришья Неслейтис, Русаласе.